Сняли забор с детской площадки. Это видео снял на телефон житель дома 18 августа, когда неизвестные люди на Газели приехали и начали спиливать ограждение и грузить в машину. На вопросы людей, кто они такие и с какой стати демонтируют ограждение, внятного ответа так и не дали. В присутствии полиции, не представившись, они демонтировали и погружали наш забор и увезли в том числе, на котором было установлено оборудование Домру, видеокамеры, домофон. Однако процесс остановить не удалось даже с помощью приехавшего наряда полиции. Сегодня, как мы видим, забора нет. Под корень срезаны даже столбы. Они забор унесли, сняли магнитные ленты с дверей, сегодня снимали гирлянду, обрывали какие-то провода, которые это все есть. Ну, понятно, что унесли домофонное оборудование, за которое мы оплачиваем. Мало того, что законность действий неизвестных людей вызывают у жителей этого дома сомнения, теперь вопросы есть и к застройщику. При покупке квартиры всем жильцам, застройщик, северная компания общеизвестная обещала, что это дом бизнес-класса, что территория будет огорожена, ну и все жильцы будут жить на охраняемой, огороженной территории с видеонаблюдением. По итогу было общее собрание жильцов, на котором, ну скажем так, забрание было заочное. Всем подсовывали бумаги при получении ключей. И большинство жильцов выбрало управляющую компанию, которая является, так сказать, ну можно сказать, дочерним лицом северной компании. СК «Эксплуатация». В итоге СК «Эксплуатация» установила обещанный забор. Ну, то есть, как бы, жильцы не вникали в подробности, в документальное сопровождение и просто жили на огороженной территории, надеясь, что это выполненное обещание северной компании. Мы пытаемся выяснить, на каком основании тогда управляющая компания считает этот забор своей собственностью. Жильцы связывают происходящее напрямую со сменой управляющей компании. Так как собственники недовольны были, как бы, работой управляющей компании, было сделано собрание, где мы решили, что мы хотим изменить управляющую компанию на другую. У нас получилась все-таки смена, собственно, после чего я вообще, допустим, отсутствовала даже в стране, приезжаю, у нас нет забора. У нас была СК-эксплуатация, и мы заменили на лидерфонд. Ни одна компания была в, скажем так, альтернативе выбора, а это было несколько компаний. И когда они сделали там свои, как типа, коммерческие предложения для нашего дома, было принято решение в сторону лидерфонда. И если бы не этот шокирующий случай, жили бы спокойно дальше. Люди уже привыкли сами решать свои вопросы. Когда мы установили лавочки за счет жильцов, ну, как бы, неравнодушных, то, что мы скинули все денюжки, СК-эксплуатации выложила, ну, у себя, там, на сайте или где-то, рекламный такой пост о том, что они благоустроили территорию, купили лавочки. Усточнее, они написали так, установили лавочки. Вот. И, как бы, жильцы нашего дома начали писать о том, что лавочки купили за счет жильцов, все комментарии были стерты. И даже некоторые из тех, кто активно писал, добавлены в черный список. На настоящий момент жители дома бизнес-класса по улице Чернышевского, 3, пишут обращения в разные инстанции в поиске правды. О том, что происходит по этому адресу, знает уже и губернатор региона. На заседании правительства Павел Малков упомянул из ряда вон выходящую ситуацию. Пересылал коллегам сразу, это управляющая компания по улице Чернышевского, которая, судя по сообщениям, там, срезала забор, провода, еще что-то. Татьяна Витальевна, здесь у нас? Смотрели? Да, здесь Павел Викторович. Да, что здесь со ситуацией? Ну, мы уже получили официальное обращение жителей. В пятницу мы уйдем на проверку. Вообще, ситуация, конечно, неоднозначная. Вот, прямо сходу сказать не могу. С другой стороны, вопиющая ситуация. Как разрешится эта ситуация, мы будем наблюдать и рассказывать в наших следующих репортажах.